Заработок в 13 лет. Да, ребята, данный ролик не является никаким крикбейтом, я реально зарабатывал деньги в 13 лет, играя в данную игру. В данном, ребята, видеоролике я предъявлю все пруфы того, что я реально зарабатывал. Расскажу, сколько я зарабатывал, как я тратил данные деньги, ну, в общем, советую досмотреть данный видеоролик вам до конца. И, само собой, ребята, если же вы еще не подписаны на мой канал, то прямо сейчас, ребята, не забудьте обязательно подпишитесь. Для меня, ребята, это очень важно. Желаю всем приятного просмотра, ну, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, ребята, я не буду тянуть, давайте сразу перейдем к сути. Как же я зарабатывал деньги? Началось, ребята, все с того, будучи абсолютным бомжом, новичком, находясь на Бомжатнике, познакомился с одним удивительным человеком. Этот человек находился на Бомжатнике и зазывал всех в чате идти играть на его НуБРП серва. Мотивировал людей идти к нему на сервак он тем, то, что предлагал админки, лидерки, различные бонусы и тому подобное. Я, ребята, пришел к нему на сервак, на его серваке играла Тилы, ну, человек пять, и, скорее всего, это были его друзья. На его серваке я проиграл где-то две недели, за эти две недели я неплохо с ним разобщался. Мне на тот момент было очень интересно, как он создал, то есть, свой сервак. В процессе нашего, то есть, общения, знакомства он мне все это рассказал, как это вообще все делается, как это работает и т.д. и т.п. Эту информацию я у себя в голове отложил, и когда я, то есть, у него на серваке наигрался, я ушел, я эту информацию начал реализовывать. Я решил заняться созданием серваков, я решил начать создавать серваки другим людям за бабки. Как я, собственно, искал таких людей? На тот, ребята, момент было куча групп по типу пиар серваков сам. В подобных вот группах я этим делом всем и занимался. Там был жесткий флуд, вот как, в принципе, и сейчас. Вот видите, вот люди флудят, вот так же, ребята, я и флудил. Мол, кто желает иметь свой сервак, пишите, сделаю все качественно, дешево и т.д. и т.п. Само собой, 80% людей, которые писали, писали просто по приколу и не были готовы что-либо заказывать. Но были ребята и те, которые реально покупали у меня серваки, которыми я, собственно, все это дело и делал. Я создавал серваки. Как же я это делал? У меня был готовый, хороший, более-менее адекватный, без багов, рп-мод. Я искал более-менее хороший хостинг, ставил на этот хостинг сервак, покупал на этом хостинге сервак для сампа, заливал туда вручную сам мод и, в принципе, все. Ничего более сверхъестественного я не делал. Данные, то есть от хостинга, от базы данных, все я отдавал человеку, который у меня покупал данные серваки. Касаемо, ребята, того, сколько же я зарабатывал, ну, 5-10 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, будучи школьником в 13 лет, это довольно-таки немаленькие деньги. У меня, ребят, даже была своя группа, сейчас даже я вот ее найду. Называлась она Сампуслуги, вот. Это, ребята, вот моя группа. Сейчас данная группа, само собой, уже закрыта. Здесь 120 подписчиков. Я не знаю, можно ли удалить группу в ВК, но я просто взял и от нее отписался. Но если что, ребята, вот, как бы эта группа полностью моя. Здесь есть еще такой раздел, как отзывы, заказы сам серваков. И давайте, вот, допустим, сюда зайдем. 2013 год. Вот люди, которые писали и делали заказы на свои серваки, ну, заказы, как бы, у меня имелись. Отзывы у меня вот тоже, как бы, имеются. Люди были довольны, потому что я делал все честно. Касаемо того, по какой цене я делал серваки. Все, ребята, зависело от того, сколько слотов человек себе хотел. На хостинге один слот стоил 1 рубль. То есть, если ты хочешь, не знаю, сервак на 100 слотов, тебе нужно будет каждый месяц платить по 100 рублей. Если ты хочешь на 1000 слотов, то получается 1000 рублей. За каждый слот с человека я брал по 2 рубля. Допустим, человек покупает у меня сервак на 200 слотов, он мне платит 400 рублей. 200 рублей я плачу за хостинг и 200 рублей я оставляю себе. Если человек покупает там себе сервак на 1000 слотов, он мне платит 2000 рублей, я за хостинг отдаю 1000 рублей и 1000 рублей оставляю себе. То есть, чем больше слотов у меня заказывали, тем больше, в принципе, я и получал. Касаемо, ребят, того, куда я тратил деньги, которые вот я зарабатывал. Один, ребята, раз у меня человек заказал сервак на 500 слотов. Ему нужно было мне заплатить 1000 рублей. Но вместо 1000 рублей он прислал мне 5000 рублей. Тогда же я ему еще и написал, типа, дружище, ты, скорее всего, перепутал. Ты мне должен был 1000 рублей. Зачем ты мне отправил так много? Он сказал, оставь себе, все нормально. В тот момент я реально был доволен. На эти деньги, знаете, ребята, что я себе купил? Я купил себе кофту за 2000 рублей. MP3 плеер китайский за 1000 рублей. Остальные деньги я вот даже уже и не помню, куда я потратил. Но то, что мне было безумно приятно, это точно. Касаемо того, вообще, в принципе, куда я тратил деньги, которые я зарабатывал. Ну, элементарно, я давал деньги маме. Пополнял мобильные телефоны моей мамы, моего папы. Тратил деньги на то, чтобы, там, не знаю, как-то вкусно покушать. Ну, или там сходить погулять. Более никакими другими заработками, касаемо этой игры, я не занимался. В детстве, ребята, у меня была такая проблема, то, что я был особо не при бабках. Денег у меня никогда не водилось. Мои родители мне особо денег не давали, потому что, ну, как бы, не было возможности. И у меня была жесткая мотивация зарабатывать самому бабки, чтобы позволить себе все то, что мне захочется. Сейчас, вот, насколько я знаю, касаемо вот создания серваков, сейчас уже, вот, перешло все на новый уровень. На всех этих хостингах автоматом можно выбрать мод, который будет установлен на ваш сервак, который вы купите. И, как бы, сейчас свой сервак сделать довольно-таки легко. Раньше же такого не было, люди покупали просто серваки, абсолютно пустые, и на них нужно было уже далее устанавливать сам мод. Дрифт, ДМ, РП, какой вам угодно. Ну, я вот в основном только РП и устанавливал. У меня был хороший мод, к сожалению, название я его не помню. Люди, которые покупали у меня серваки, они реально были довольны. На этом, дорогие друзья, данный видеоролик подошел к концу. Если, ребята, он вам понравился, то я надеюсь, вы не забудете поставить ему лайк, ну, а также подписаться на мой канал, если же вы еще не подписаны. Вам же, ребята, большое спасибо за просмотр данного видеоролика, ну и всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok